И вот так пританцовываючи мы почитаем его стартап шоу на М1. С вами Лавика и Саня. И сегодня также пятница. Два часа, а значит самое время вместе с вами провести этот день. Прекрасно и интересно. Стартуемо! И на повестке дня умный самокат. Что такое фрикинг? Робот, пишущий человеческим почерком. За какую сумму Google не удалось продать свою компанию Yahoo? Лера Бородина запустила новый стартап для девушек. Об этом своими секретами известный бизнесвумен будет делиться скоро в нашей студии. Ну а мы будем делиться, как всегда, червовной чашкой и запасом кавы. И все это в нашей викторине, которая будет проходить сразу почти по завершению нашей программы. Так что, оставайтесь на связи. И начинаем гордать наш любимый календар. У нас сегодня пятница, и при этом еще 30 сечня. Отже, что там происходит? Лавика, доповидаешь лучше. Итак, 2004 года впервые в украинской Википедии появляется первая статья. А именно она посвящена теме Атома. Вот так все было написано. Можно сказать, так уж в 2007 году вышла, можно сказать, народилась операционная система Windows Vista. Хастала Виста Бэйби. И также свое очередное 18-летие сегодня отмечает у нас Кристиан Бэйл. Вот так. Потому что день рождения он свое, значит, так сказать, начинает праздновать с 1974 года. Мы знаем, это британский актер, исполнитель роли Бэтмена. А еще афера по-американски. Да, еще так же фильм Боец, я помню. Отже, Гугл, виявляется, был эпик фейл. Грандиозный эпик фейл від команды Yahoo, а саме від Джерри Янга, який прогавал в такую возможность заработать, что ты себе не выявляешь. Отже, Гугл. А саме хлопцы Сергей Брин и Ларри Пейдж у 1998 году пропонували Yahoo купить Google разом и с Пейдж Ранг за 1 миллион долларов. Аж Yahoo просто прогавали эту возможность и отмолвалися. И, кстати, уже в 2005 году эта цена возросла и причем превысила 80 миллиардов долларов. То есть, Гугл уже тогда продавать себе хотели по этой сумасшедшей стоимости. А теперь уяви, вы знаете людей, которые могут себя вкусить за лекции? Так вот Джерри Янг змейв себе просто надкусывать усе лекции через то, что он прогавал в такую возможность. А мы не прогавляем о наших зероках завжди. Конечно, мы обязательно узнаем, могут ли они кусать себя за локти и будут ли они это делать после того, как неправильно ответят на наш вопрос. А сегодня он такой. Что такое фрикинг? Друзья, что это такое? Фрикинг. О, это мое любимое слово. Фрикинг. Когда собирается очень много фрикеров, чем ты занимаешься? А я сегодня фрикингом пойду. И начинают каждый доводить один одному, что он лучше фрик, чем інший. Что-то такое непредсказуемое, человеческое. Это когда фрики катаются на серфе. Индивидуальная личность, так скажем. Приставка «ин» — это значит действие. То есть ты что-то делаешь. Я фрикинг. Фрикинг — это что смешное. Скорее всего, это то, что выходит за рамки приличия, за рамки нормы и не вписывается в общее понимание стандартное. I think you're freaking and I like you a lot. В общем, все не так, потому что это один из подвидов хакерства. В этом нет никаких фриков. Нет никаких фрикингов, где они там тусуются. Значит, также к фрикингу относят и разлочку, перепрошивку, и клонирование сим-карты. В общем, всякие разные манипуляции, которые можно делать с мобильными телефонами. Так, не откладывай на завтра те, чем можно надихаться уже сегодня. Крутые идеи, фантастические гаджеты и секреты успешных людей — все это прямо сейчас у стартап-шоу. Из Нескафе «Три в одному». Бонд, Джеймс Бонд. А можно еще также обучить этого робота писать лично своим почерком. О, yes. Разумный электросамокат «Мувиа» — это как раз то, чего нам не хватает, как раз в этой пятнице. Он позволяет не только кататься, причем на скоростью 30 км на час, но и при этом целую годину кататься на электроэнергии. Да, кстати, его можно подключать к смартфону, и вообще будет специальное приложение. Ну да, будет специальное приложение, которое отображает на экране и спидометр, и одометр, и также электрометр. А вообще поможет ориентироваться в незнакомой местности. Теперь мы никогда не заблудимся, потому что самокат выведет нас на более краткий путь к нашей цели, покажет самое удобное расположение дороги для езды, в общем, и просто будет помощь каждому человеку, кто любит таким образом путешествовать. Можно заснуть и впасть, потому что там, как вы видите, три колеса, которые позволяют действительно заходить, находиться завжди, стоять и почти так засунать. Но мы, в объятнице, не дадим такого ни в каком разе, вам такого возможности не дадим, потому что дальше у нас будут хай-тек-новинки, историю успеха и даже фейлы. Но при этом консультантов в магазинах заменяют роботами. Да, кем работал Морган Фриман до того, как стал знаменитым? Как девчачу любовь до фотосессии перетворить на успешный бизнес? Про это будем спілкуваться и с Залерою Бородяною, которая действительно успешная стартапа. За годинку вернемся до пятничного студии М1.